Доброго времени суток дорогие друзья! Я очень рада видеть вас сегодня в студии с очень интересной волнующей нас темы. И в начале сразу же хочу сказать, что к сожалению Ольга Михайловна Михалицына, главный врач курорта Tentorium Spa, была экстренно вызвана в департамент здравоохранения по известным нам вопросам. Поэтому сегодня весь вебинар буду вести я. И тема сегодняшней нашей встречи, она очень волнующая, очень животрепещущая. Это продукты пчеловодства, которые укрепляют иммунитет в первую очередь и борются с различными видами вирусов и бактерий. Мы говорить будем сегодня исключительно о продуктах из прополисом, которые мы защитили в единую АПИ-аптечку для защиты всей семьи. Прополисную тему мы выбрали, конечно же, не случайно, в связи с напряженной обстановкой как в России, так и во всем мире, повсеместными карантинами в детских дошкольных учреждениях, медицинских учреждениях, в образовательных и развлекательных учреждениях. И, конечно же, самое главное, о чем мы должны сегодня уяснить, что предупредить вирусные заболевания легче, чем затем их лечить и поддаваться всеобщей панике. Из всего ассортимента продуктов пчеловодства наиболее изученными по противовоспалительным, обезболивающим, дезодорирующим, противовирусным свойствам и восстанавливающим это является прополис. Давайте просмотрим, что же такое прополис. Прополис по своей сути это природный антибиотик. Учитывая то, что пчела как биологический вид является одним из самых древних существ на Земле, прополис можно смело назвать защитным продуктом или защитой номер один. На заре зарождения земной фауны существовали жесткие законы выживания и естественный отбор. Пчелы были вынуждены защищать себя от посягательств, сперва это различных микроорганизмов и других насекомых, а уже в более поздние сроки это и времена птиц, от рептилий, от различных животных, поскольку мед всегда был самым любимым лакомством и востребованным продуктом. Поэтому и состав прополиса он также постоянно видоизменялся и приспосабливался к нуждам своего отрезка времени. Сегодня через сотни миллионов лет пчела по-прежнему живет, по-прежнему занимает одно из главенствующих положений в иерархии мира насекомых и прополис сыграл в этом решающую, если не главенствующую роль. В древности арсенал лекарственных препаратов, эффективных лекарственных средств он был очень ограничен и прополис он всегда занимал первостепенное значение. По существу он и сейчас остается одним из востребованных продуктов и, как мы его называем, продуктом номер один при лечении многих заболеваний. В настоящее время, когда ученые всего мира ратуют за профилактическое направление в деле сохранения и укрепления здоровья населения, прополис не только не потерял своего значения, но и более того, он выходит на первое место как полностью натуральный природный сбалансированный продукт, который обладает уникальными защитными свойствами, обладает свойствами для поддержания и стимуляции ослабленной иммунной системы. Кроме этого, наш организм генетически распознает предупреждение этих ослабленных функций и распознает именно прополис как природный защитный продукт, поэтому применение его всегда актуально и всегда эффективно. Если мы посмотрим, то на сегодняшний день в прополисе идентифицировано более 200 соединений. В среднем прополис состоит из 50 процентов различных смолообразных компонентов, это флавоноидная часть, в том числе ароматические кислоты и эфиры, это 30 процентов воска, 10 процентов эфирного и других масел, 5 процентов цветочной пыльцы, аминокислоты, белков, а также 5 процентов других субстанций, которые могут составлять минеральные вещества, различные витамины, сахара, ну и конечно некоторое количество механических примесей. Самым главным это остается флавоноидный спектр, который представлен пятью соединениями, собственно которые отвечают за основные биологические эффекты прополиса, о которых сегодня мы с вами и будем говорить. При исследованиях сегодня находят все новые и новые компоненты, среди которых это натуральные антибиотические вещества, ранее о них ничего не было известно, но тем не менее с их свойствами на сегодняшний день также связано много исследований, много положительных эффектов для организма человека. Итак, постараемся резюмировать о том, что прополис это комплексный продукт. Для выполнения защитной функции прополиса важным именно является множественность его компонентов, которые будут обеспечивать совместное эффективное действие. Какие же свойства и какие эффекты проявляет прополис? Прежде всего, он имеет широкий спектр бактерицидного и бактериостатического действия. Этот продукт создается пчелами для того, чтобы уничтожать и подавлять активность близнетворных бактерий. Исследования показывают, что прополис активен более чем 40 разновидностей патогенных микроорганизмов, в числе которых самые известные, самые многочисленные представители этой стафилококкии, клостридии, стриптококкии, кишечная палочкой и так далее, и многие другими. Кроме этого, очень важно о том, что прополис справляется с частью возбудителей заболевания, которые проявляют устойчивость большинству известных на сегодняшний день антибиотиков. И в этом, конечно, прополис занимает свое главенствующее место. Очень важно, что прополис не оказывает побочных эффектов, поскольку это натуральный, природный антибиотик, и он дает реальную возможность избежать побочных реакций организма на прием синтетических и фармакологических препаратов, то есть антибактериальных препаратов, антибиотиков, такие как дисбактериоз кишечника, или бактериальный вагеноз, или другие побочные реакции со стороны всего организма. Прополис не вызывает привыканий, и это тоже очень важно, поскольку он содержит не одну сотню антибактериальных компонентов. И исследователи, ученые предполагают, что в этом уникальном многообразии прополиса, его состава заключается именно причина важнейшего преимущества прополиса перед другими синтетическими антибактериальными препаратами. То есть в процессе его применения даже при длительных курсах лечения устойчивость бактерий к прополису не формируются. И это тоже очень важные положительные факты, наше преимущество. Прополис способен усиливать действия антибиотиков, то есть при сочетанном применении антибактериальных средств, таких как стриптомицин, группа пенициллина, цифтриаксон и так далее, с прополисом проявляется эффект синергизма. Поэтому в некоторых случаях даже приходится сокращать действия и курс приема антибиотиков, либо как бы уходить на большую кратность приема этих антибактериальных препаратов. Ну и, конечно же, прополис имеет возможности и широкие возможности для лечения и для применения очень многих проблем. Ну, в частности, мы говорим о том, что прополис, он проявляет противовирусные свойства и активен в отношении вирусов. Он проявляет противогрибковое действие, что полезно при лечении ряда грибковых заболеваний. И также усиливает эффективность препаратами для лечения противогрибковых каких-то болезней. Прополис является природным иммуномодулятором, способствует выработке интерферона и проявляет противовоспалительный и обезболивающий эффект. Помогает справляться с аллергией, ускоряет заживление наружных и внутренних ран, язвы, ожогов и так далее. Ну и ряд еще других свойств, о которых мы с вами уже неоднократно говорили. Наши исследования, исследования компании Tentorium в научном, в Югорском колледже-интернате Олимпийского резерва, которые проводились с 2012 года, под руководством доктора медицинских наук профессора Виталия Николаевича Хикима и Ирины Георгиевны Аксеновой показали также активность продуктов с прополисами. А в частности, сейчас вы видите на своих экранах слайд, который демонстрирует о том, что после приема продуктов Tentorium, особенно продуктов с прополисом, уровень иммуноглобулина G повышается на 10,6%. Что это за иммуноглобулин G? Это наш маркер иммунного ответа организма. А если вспомнить небольшую историю о том, что мы проводили эти исследования в Хантамансийске, то есть это район, приравненный к району Крайнего Севера, где очень жесткие климатические условия, и большинство детей, которые там занимаются и тренируются, это все же подростки, и плюс ко всему, это в основном зимние виды спорта, то есть когда ребенок постоянно находится на улице, то есть это биатлон, это лыжные гонки, то есть он разогретый выходит на трассу, и вот именно вот это разогретое его состояние, когда он еще заглатывает холодный воздух, очень часто приводил к респираторным вирусным инфекциям, именно верхних дыхательных путей. И после того, как стали дети принимать продукты пчеловодства компании Tentorium, то мы увидели, какой механизм действия прямо вот в реальном времени, о том, что действительно укрепляется иммунная система, и это еще раз подчеркивает, с помощью наших исследований иммуноглобулин G повышается, и дети как бы выходят на соревновательные периоды без потери, то есть без существенного урона для своего здоровья. Еще один очень важный факт, если вы внимательно смотрите на этот слайд, то вы видите, что если мы принимаем один месяц продукты пчеловодства, то прирост вот этого иммуноглобулина G, он составляет в среднем 5,6 процентов. Если мы принимаем два и более месяца, то этот прирост, он увеличивается практически в два раза. Поэтому, конечно, принимать продукты пчеловодства нужно постоянно, регулярно, поскольку это не лекарственные препараты, это продукты питания повышенной биологической ценности. И очень важный момент, что даже если вы прекратили принимать продукты пчеловодства, действие некоторых эффектов, в частности по иммуноглобулинам, оно сохраняется. То есть вы уже и не пьете продукты питания, продукты пчеловодства, а этот эффект укрепления иммунитета, он еще будет долго оставаться вместе с вами. Ну и говоря о продуктах Тенториум, конечно, хотелось бы сказать о том, что на фоне сегодняшних бушующих инфекций, вирусных инфекций, эпидемий, конечно, Тенториум подготовил свою АПИ-аптечку, которая будет эффективно бороться с вирусами и укреплять иммунитет. В ее составе 5 продуктов, которые вы сейчас видите на экране, а именно это продукт номер 1, бальзам ЭПИВИ, или водный экстракт прополиса, крем-ринофактор, биологически активная добавка к пище прополис С и жидкое мыло с прополисом. Сейчас я объясню, почему для противовирусной аптечки выбраны были именно эти препараты, расскажу, как получать их и принимать их, чтобы получить максимальный эффект. Обращаю ваше внимание, что все эти продукты скомпонованы таким образом, чтобы максимально большее количество прополиса входило в состав этих продуктов. И первый продукт из этого набора это водный экстракт прополиса ЭПИВИ. Это топовый продукт компании Тенториум, практически это наша визитная карточка. Прополис, как мы уже сказали, имеет очень сложный состав, и водная экстракция позволяет 15-20 его процентов растворить в воде. Содержание водорастворимых компонентов прополисей ЭПИВИ именно достигает 15%, так как вода как растворитель, как экстрагент, он имеет свой предел насыщения. Поэтому добившись вот этого максимального верхнего уровня предела насыщения, мы как раз вот и заканчиваем эту экстракцию. Действующими веществами водного экстракта прополиса являются гидроксикоричные кислоты, а именно кофейная, кумаровая, хиновая, розмариновая, фируловая и другие кислоты. Наличие данных кислот как раз таки и объясняет все его биологические свойства, а именно антиоксидантные, антибактериальные, противоопухолевые, иммуномодулирующие, противовирусные. Экстракт прополиса водный, он имеет концентрированное содержание этих кислот, то есть не менее 60 мг на 100 г продукта. И это очень важно, поскольку очень часто нам задают вопросы, что бывают различия в разных партиях по органолептическим показателям, то есть по вкусу, по цвету, по внешнему виду. Так вот, имея различия во вкусе и в цвете, водный экстракт прополиса разных партий имеет гарантированное содержание гидроксикоричных кислот. То есть в сумме количество этих кислот, оно всегда одинаково. И сумма вот этих водорастворимых гидроксикоричных кислот, она всегда постоянна. Различие в органолептических показателях, то есть еще раз повторюсь, во вкусе, в внешнем виде, в запахе, оно будет именно зависеть от состава натурального сырьевого компонента, от прополиса. Поскольку даже на одной и той же пасеке, год от года, прополис, он будет всегда разным. Поэтому не забывайте об этом. И помните о том, что компания Тенториум живет под девизом качество и честность, поэтому количество вот этих важных активных компонентов, оно всегда стабильно в продукте APV. Говоря о биологических свойствах водного экстракта прополиса, нужно еще раз подчеркнуть о том, что прополис активен в отношении многих патогенных микроорганизмов, вирусов и грибков. Например, коричные кислоты являются основными компонентами, которые будут оказывать противогриппозное действие в водном экстракте прополиса. И результаты именно доказали состоятельность этого продукта с противовирусными эффектами. И многие научные исследования были проведены с водным экстрактом прополиса, который еще раз нам демонстрирует его выраженную антимикробную и антивирусную активность. Для профилактики вирусных заболеваний сотрудники центрального офиса, сотрудники курорта Тенториум, сотрудники завода Тенториум Роланд всегда используют дома и на рабочем месте продукты с прополисом. Поэтому у нас даже в столовых есть специальный стол, где вы можете подойти и взять продукты Тенториум для того, чтобы обезопасить себя и укрепить, собственно говоря, свой иммунитет. Но мы переходим к некоторым видам исследования, которые были проведены с водным экстрактом прополиса. И которые, я думаю, сегодня очень важно еще раз подчеркнуть для того, чтобы защитить и себя, и всю свою семью в результате такой раздутой паники. Итак, в Центральном научно-исследовательском институте гастроэнтерологии города Москвы была проведена исследовательская работа по влиянию водного экстракта прополиса на состояние кислотообразующей функции и на воздействие его на возбудителя язвенной болезни желудка гелькобактер пилори. Причем тут, скажете, заболевание пищеварительной системы и сегодняшнего противовирусного ажиотажа. Дело в том, что вирусы, они точно так же могут попадать и не только воздушно-капельным путем на слизистые, они могут попадать точно так же и к нам в пищеварительный тракт. Конечно, наша иммунная система будет справляться, действие кислоты никуда не исключается, но помощниками для того, чтобы обезопасить еще раз себя, обезопасить свою внутреннюю систему, то есть систему желудочно-кишечного тракта, это также может водный экстракт прополиса. Тем более мы прекрасно понимаем о том, что люди, которые имеют хронические заболевания, в том числе заболевания по желудочно-кишечному тракту, они попадают в группу риска по различным вирусным заболеваниям. В результате использования водного экстракта прополиса мы видим о том, что у 57% достигнуто полное уничтожение этого возбудителя язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, и у практически 43% это снижение его развития, то есть обсемененности. То есть практически 100% положительное воздействие этого продукта, продукта питания, натурального, безопасного, природного антибиотика на возбудителя великобактер пилори. Еще была проведена одна очень интересная работа, которая также заслуживает вашего внимания, которую мы также рассказывали на наших региональных форумах. Если бы вы были этим участником этого форума, то вы также, может быть, вспомните эту работу. Это влияние прополиса, водного экстракта прополиса, на клетки букального эпителия человека при воспалительных процессах. И здесь-таки опять это наша с вами сегодняшняя тема. Ну, а перед тем, как мы ее раскроем, давайте несколько расскажем фактов. Что же такое букальная эпителия? Букальная эпителия – это эпители слизистой оболочки полости рта. Поэтому цель научной работы, которая была проведена, это анализ воздействия водного экстракта прополиса, APV, на состояние слизистой оболочки ротовой полости при воспалительных процессах. Эти воспалительные процессы, они могли быть созданы не искусственным, конечно, путем, а естественным путем. То есть это были взрослые доноры, взрослые люди, которые либо имели брекет-систему, да, и поэтому имелись какие-то воспалительные процессы. Это могли быть более старшего возраста люди, которые имели систему, например, при протезировании также умели воспалительные заболевания. Или даже дети, которые точно так же лазят постоянно руками в рот, да, постоянно контактируют, и какие-то стоматиты или проблемы с воспалительного характера, с ротовой полостью, со слизистой оболочкой ротовой полости. Поэтому, какие мы делали исследования. Итак, прежде всего, мы полоскали ротовую полость водным экстрактом прополиса два раза в день в течение двух недель и оценивали результаты. Результаты оценивали, это брали более тысячи клеток каждого донора через вот эти две недели. Да, то есть это как тест ДНК проводили практически по такому же принципу. И самое главное, в принципе, очень простой механизм применения. То есть вы берете водный экстракт прополиса, два раза в день полощите этим водным экстрактом прополиса ротовую полость и затем получаете результат. Что мы видим в результате? Использование водного экстракта прополиса APV компании Tentorium для полоскания ротовой полости оказывает выраженное противовоспалительное действие и существенно снижает количество клеточных аномалий. То есть как раз таки на слайде вы видите до применения водного экстракта и после применения. То есть клетки без каких-либо изменений, клетки физиологической нормы, клетки физиологической формы. Поэтому это очень важный показатель, как можно очень просто, наглядно и достаточно быстро предупредить развитие любых воспалительных процессов. Поэтому еще раз возьмите это на вооружение и для детей и для взрослых. И естественно сегодняшний день это также не является исключением, поскольку процессы вирусных заболеваний не затрагивают любые слизистые оболочки. Как же правильно принимать водный экстракт прополиса? Существует стандартная дозировка применения этого прополиса по одной десертной ложке 3 раза в день до еды. Мы можем его использовать не только для применения внутрь, вы можете его использовать и также для наружного применения. То есть в виде каких-либо аппликаций. Я знаю, что наши дистрибьюторы используют его в качестве орошения, то есть когда закачивают его в пульверизаторы и просто орошают слизистую оболочку полости рта. Ну и прямо наносят его непосредственно для распыления, как ароматическую воду для того, чтобы еще и ароматизировать, и дезодорировать вот такое личное пространство. Поэтому способов использования и применения на самом деле очень много. Самое главное захотеть и самое главное начать его применять. Конечно, очень много сейчас на рынке представлено различных видов продуктов с прополисом, но мы проводим и говорим вам об исследовании тех продуктов, которые были приготовлены и сделаны на заводе Тенториум Роланд. И естественно, хотелось бы еще раз подчеркнуть о том, что это очень сложный многоступенчатый процесс, который может быть произведен только в условиях автоматической линии, только в условиях специального разработанного завода и специальной линии. Поэтому я предлагаю вашему вниманию еще раз посмотреть, как же готовится водный экстракт прополиса на заводе Тенториум Роланд. Производство бальзама APV – сложный высокотехнологичный процесс, который включает в себя следующие этапы. Нативный прополис проходит два этапа контроля – визуальный и лабораторный. В лаборатории нативный прополис проверяется на соответствие требованиям ГОСТ. После контроля нативный прополис поступает в экстрактор для переработки. В экстрактор подается вода, прошедшая через уникальный комплекс водоподготовки. Вода обработана шунгитом и ионизирована серебром. Нативный прополис и подготовленная вода тщательно перемешиваются до однородного состояния. Процесс экстракции протекает при постоянном поддержании определенной температуры и давления, которые контролируются датчиками в автоматическом режиме. Процесс управления выведен на сенсорную панель. Спустя несколько часов полученный раствор разделяется на фракции. Водорастворимые полезные вещества нативного прополиса полностью переходят в водный экстракт прополиса. С помощью перистальтического насоса через систему микрофильтрации водный экстракт прополиса перекачивается в накопительную емкость. Целостность фильтров контролируется в автоматическом режиме. Далее водный экстракт прополиса APV по трубопроводу подается на автоматическую линию фасовки. Таким образом, пройдя по технологической цепочке производства продукта водного экстракта прополиса, мы смогли с вами убедиться в том, что этот процесс абсолютно закрытый, без возможности его какого-либо внешнего воздействия. На том оборудовании, которое нам спроектировали и изготовили немецкая компания Rulang Engineering, мы обеспечили производство безопасного, качественного и вкусного продукта, повторить который в каких-либо домашних условиях не представляется возможным. А мы переходим к следующему бальзаму, следующему продукту нашей АПИ аптечки. Продукт номер один от Tentorium. Это экстракт, то есть унифицированный продукт с постоянными физико-химическими и биологическими свойствами, который очищен от механических примесей и от воска. Продукт номер один не что иное, как жидкий концентрат нативного чистого прополиса. И позволю немножко напомнить технологию производства этого продукта. Прежде всего, экстракция происходит чистым этиловым спиртом, с последующим добавлением воды. Вода в данном случае признана снизить раздражающее действие чистого у 96% медицинского спирта, этилового спирта. Содержание спирта растворимых веществ прополиса в продукте номер один достигает 12%. Конечно же, экстракция спиртом, она может быть и более высокой, и мы можем экстрагировать и более большие концентрации, но при этом, чем выше будет концентрация спирта, тем больше раздражающего действия на слизистую оболочку желудка и слизистую оболочку пищеварительного тракта будет этот продукт иметь. Поэтому мы выбрали именно оптимальную дозировку, которая будет оказывать эффективное воздействие на биологические свойства и не оказывать отрицательного воздействия на наш организм. При создании продукта номер один были использованы несколько ноу-хау от компании Tentorium, секреты которых мы раскрывали на прошлом вебинаре, и главный технолог завода Tentorium Roland Марат Наслимович Псянчин как раз об этом рассказывал. Поэтому, если Вас заинтересует, как было сделано и какие использовались вот эти ноу-хау, Вы можете обратиться к предыдущему вебинару, обязательно его просмотреть. Что же выделяется с помощью спиртовой экстракции? Прежде всего, мы экстрагируем другой комплекс активных компонентов, а именно биофлавоноидов и флавоноидов. Основное действие продукта будет происходить за счет антиоксидантов и применяется для профилактики процессов старений и всех болезней цивилизации. Этот же продукт, он будет также обладать антисептическими свойствами, противовирусными свойствами, противогрибковым эффектом, а также будет стимулировать обменные процессы, регенерацию, восстановление тканей и защитные реакции нашего организма. Хотелось бы напомнить, и очень много вопросов поступает нам и говорят об этом, что применяя продукты с прополисом, забиваются сосуды или еще что-то, потому что очень важна степень очистки прополиса. Так вот у нас на заводе как раз таки есть специальная технология очистки пасечного воска, в результате которой степень очистки готового продукта не имеет аналогов не только в России, но и на мировом рынке. Продукт номер один это бальзам, который полностью очищен от механических примесей и от, естественно, пасечного воска, который там содержание его не превышает 0,5%. А массовая доля активных компонентов, то есть в лаваноидных соединений, которые являются основными носителями всех биологических свойств, составляет более 40%. То есть это на сегодняшний день один из самых эффективных и сильных продуктов. Как же правильно принимать и какие рекомендации мы даем для того, чтобы использовать этот продукт? Ну прежде всего, добавление продукта номер один в пищу, он усиливает общие защитные силы организма в борьбе против таких заболеваний, которые вызваны нарушением иммунитета. То есть это могут быть любые вирусные инфекции, это могут быть системные заболевания кожи, это могут быть какие-то онкологические процессы, гормональное расстройство, длительное хроническое заболевание и так далее. То есть все, что связано со снижением иммунной системы, это как раз тот продукт, который позволяет достаточно мягко, но эффективно поднять и стимулировать наш иммунитет. Кроме этого, добавление продукта номер один, например, в зубные пасты или в ополаскиватели для полостирта, также существенно расширяет защитные гигиенические свойства этих продуктов и особенно усиливает защиту против патогенных микроорганизмов и повышает местный иммунитет. Это тоже на сегодняшний день очень актуальная тема, поэтому возьмите ее также себе на вооружение. Добавление продукта номер один в пищу усиливает защиту и повышает местный иммунитет пищеварительной системы. То есть когда вы можете его просто добавлять, например, и кушать на кусочек хлеба или сахара и принимать его внутрь, и вы будете уверены еще и в длительной защите местного иммунитета. Продукт номер один образует на поверхности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта защитную пленку, которая оказывает мощное воздействие против вирусов, бактерий, грибков и способствует заживлению различных язв, трещин или каких-то изменений со стороны слизистой оболочки и снимает раздражение. Добавление продукта номер один в пищу значительно усиливает защитные силы организма в борьбе с неблагоприятными факторами окружающей среды. То есть это для тех людей, особенно которые живут в мегаполисе или работают, имея профессиональные вредности, то есть работая на профпроизводствах. Поэтому также для защиты и для снятия этих вредных негативных факторов вы можете использовать этот продукт. Продукт номер один, он снимает стресс и снимает усталость, повышает аппетит, увеличивает работоспособность, повышает энергию и улучшает настроение. Как же принимать этот продукт? Мы на прошлом вебинаре очень подробно рассказывали о том, как использовать этот продукт. Обычно начинается применение его с минимальной дозировки, это 5 капель на небольшое количество любимой жидкости. То есть это может быть в качестве растворителя принята вода или лучше всего прополиса растворяется в молоке. Поэтому мы добавляем от 5 капель, ежедневно добавляя по 1-2 капли, доводя до 15-20 капель 3 раза в день до еды. Почему нужно использовать любой растворитель? То есть как бы для примера. Ну например, если это заболевание сердечно-сосудистой системы, имеется в нашем багаже, то не все люди могут использовать это молоко. Или просто у них непереносимость лактозы, они конечно не выберут в качестве растворителя молоко. Поэтому вы можете смело перейти на воду и точно так же его использовать. Наши дистрибьюторы нам показывали и рассказывали о том, как можно снизить воздействие этого продукта на то, чтобы когда мы его капаем, например, в воду, то у нас на поверхности образуется пленка. То есть этот продукт приобретает такую эмульсию, то есть молочного цвета. Так вот, те люди, которые используют этот продукт, они говорят о том, что носик этого продукта нужно полностью погрузить в воду и начинать капать его уже непосредственно в воде. Тогда в этом случае на поверхности вот этих двух сред не образуется этой пленки, и в принципе продукт очень равномерно распределится. Но как бы то ни было, любые способы хороши, главное, чтобы этот продукт попал в наш организм. Кроме этого, еще мы можем использовать этот продукт для дополнительной защиты. То есть если у нас возникает какое-то вирусное заболевание, или у нас першит в горле, или вы чувствуете какие-то симптомы интоксикации, заболевания верхних дыхательных путей, мы его можем использовать наружно, то есть по типу йодной сетки. То есть когда мы на переднюю поверхность шеи или межлопаточную область просто рисуем вот эту сеточку, а затем теплые шарфы, укутываемся, шаль или какое-то другое тепло сухое, и спокойно ложимся спать. И вот неоднократно эта ситуация уже спасала, ну по крайней мере в различных командировках, то есть когда вот под рукой нет ничего, и вот эта экстренная ситуация, она очень сильно помогает. То есть этот эффект реально работает, и этот продукт помогает. Это то, что касается продукта номер один. Третьим продуктом в нашей АПИ-аптечке на сегодняшний день мы представляем биологически активную добавку к пище, это прополис С. Если вы посмотрите, то прополис С в качестве носителя представляет собой крахмал, пропитанный спиртовым экстрактом прополиса. Он смешан с глюкозой, пептином и аскорбиновой кислотой, то есть витамином С. Основными действующими компонентами этого продукта остаются экстракт прополиса и витамин С. Но, говоря об этом продукте, нельзя не сказать, что вот эти добавочные балластные, может быть вам кажется, вещества такие, как пектин и крахмал с глюкозой, и которые, собственно говоря, создают основу этого продукта, они на самом деле очень важны, очень полезны нам. Почему? Дело в том, что эти продукты при растворении в горячей воде, они образуют гелеобразную массу, которая обволакивает стенки желудка, то есть желудочно-кишечного тракта, и оказывает свое действие. А именно, они способны являться энтеросорбентом, то есть способны на себе сорбировать различные токсины, вирусы, какие-то другие вредные, ненужные компоненты, которые попали в желудочно-кишечный тракт, и выводить затем их из организма. Поэтому очень важный, опять-таки, продукт в силу, в сегодняшней обстановке, когда нужно защищать слизистые оболочки вообще всего организма, но и не забывать, что слизистая у нас имеется не только снаружи, но есть и внутри. Поэтому слизистая оболочка пищеварительного тракта также попадает вот в этот пул наших продуктов пчеловодства. Очень важно, что содержание сухого экстрактивного вещества прополи составляет 5,5%. И я сейчас не буду вам говорить цифры, о которых в прошлый раз рассказывал Марат Муслимович. Хочу еще раз повторить о том, что содержание прополиса в этом продукте максимально, если это можно назвать, то в тавтологии достаточно велико, то есть максимальное содержание этого прополиса. В научно-исследовательском институте Российской академии медицинских наук мы проводили исследование по суммарному содержанию антиоксидантов в продукте БАК прополис-С. И сейчас на вашем внимании на экране вы видите таблицу, где представлены различные виды, то есть источники антиоксидантов. То есть самыми известными антиоксидантами это является брусника, клюква, то есть который содержит большое количество витамина С, чай зеленый, лимон, даже вино есть в качестве эксперимента, исследования. Так вот посмотрите, по содержанию вот этих антиоксидантов прополис-С превосходит в несколько раз самые известные традиционные источники продуктов питания. Поэтому обязательно в период сезонных вирусных инфекций, в период эпидемии, для того, чтобы защитить себя, своих родных и близких, витамин С и продукты пчеловодства прополис. Это вот прямо усиленная спарка, усиленные два компонента, которые дают мощную защиту и от всех этих неблагоприятных факторов. Еще один вопрос, который очень часто мы слышим, и хотя и предупреждаю уже, да, хотим ответить на этот вопрос. Витамин С мы получаем химико-ферментным путем из глюкозы с помощью специального микроорганизма. Флавоноидные компоненты, да, такие как флавоны, флавонолы, они работают эффективнее в паре со скорбиновой кислотой. Поэтому еще раз подчеркиваю, не специально было выбрано вот такое сочетание прополис и витамин С, который оказывает свое благоприятное воздействие. Как правильно принимать прополис С? Для этого вы берете чайную ложку этого прополиса, растворяете его в стакане горячей воды, размешиваете, у вас получается такая киселеобразная масса и выпиваете его. То есть такой вот утренний как бы коктейль, да, такой теплый, достаточно даже слегка горячий, но при этом очень хорошо обволакивает стенки желудочно-кишечного тракта и как бы очень благоприятно влияет на все функции кишечника. Еще хотела обратить ваше внимание о том, что 1 чайная ложка этого продукта обеспечивает 16% необходимой суточной нормы потребления витамина С, то есть это достаточно большая дозировка, и 40% от рекомендуемой нормы потребления флавоноидов, то есть антиоксидантов. Поэтому этот продукт действительно является очень мощным, очень сильным защитником и по содержанию вот этих главных иммунных компонентов, которые помогают стимулировать и защищать наш иммунитет. Следующим продуктом из нашей опиаптички тоже является один из любимых продуктов, это крем Ринофактор. Да, вроде бы он не такой небольшой, он занимает самое минимальное место в нашей сумочке, особенно в дамской сумочке, но при этом оказывает столько положительных эффектов благодаря своему составу. Если мы вспомним его состав, то хотелось бы сказать, что в составе этого продукта есть эфирные масла, гвоздики, мяты и эвкалипта, да, плюс экстракт прополиса, то есть только натуральные компоненты, никакой химии. В результате большинство вирусных инфекций, которые распространяются воздушно-капельным путем, естественно, мы при своей жизнедеятельности мы вдыхаем через слизистую оболочку и через наши носовые ходы для снижения рисков развития вирусных инфекций перед тем, как вы выходите из дома, перед тем, как вы пойдете в какие-то общественные места, а затем в течение всего дня, каждые 2-3 часа обрабатывайте слизистую оболочку носа, носовых ходов вот этим кремом, кремом Ринофактор. Действие этого крема основано на мощной рефлекторной стимуляции слизистой оболочки носа, в результате которых снижается избыточная секреция слизи, уменьшается отек слизистой оболочки и снижаются болевые ощущения, а также еще и укрепляется дополнительно сосудистая стенка. Компоненты, которые сходят в состав этого продукта, в частности экстракт прополиса, обладают выраженным бактерицидным и бактериостатическим и противовирусным действием, то есть способным уничтожать многих патогенных возбудителей. Как же правильно применять этот продукт? То есть это небольшое количество крема, вы наносите на каждую слизистую оболочку носового хода 2-3-4 раза в день. Если это сезонные обострения, то есть когда идет эпидемия, когда вы находитесь в большом скоплении людей, конечно, эту процедуру нужно проводить как можно чаще. Для того, чтобы все патогенные микроорганизмы и вирусы, они как раз-таки оседали на этом креме. То есть за счет того, что он у вас полностью, слизистая оболочка обработана. Крем рекомендуется использовать в течение 5 дней, после чего требуется небольшой стоп поставить его, для того, чтобы восстановилась чувствительность слизистой оболочки. То есть обычно это делается таким образом, 3-4-5 дней мы используем этот крем, затем на 1-2 дня как бы делаем небольшой перерыв. Но вот этих 5 дней бывает достаточно для того, чтобы не заболеть, и для того, чтобы пройти вот этот пик, основной пик вот этих инфекционных и вот этих вирусных эпидемий. При воспалительных заболеваниях органов дыхания крем также может втираться в биологически активные точки на лице. То есть даже для того, чтобы вот эти аромамасла, которые входят в состав этого продукта, они также оказывали благоприятное воздействие на привдыхание, на слизистую оболочку носа. И пятым продуктом сегодняшней нашей аптечки, который будет завершать, собственно говоря, сегодняшний наш вебинар, это жидкое мыло тори-тентори с экстрактом прополиса и пчелиной огневки. Ну, чтобы не подцепить никакую ни вирусную, ни бактериальную инфекцию, прежде всего врачи, особенно врачи-инфекционисты, они рекомендуют чаще мыть руки. И сегодня мы слышим со всех экранов телевизора, что самое главное это гигиена. Поэтому чаще мойте руки после соприкосновения с какими-то предметами, после того, как вы пользовались общественными местами, после того, как вы открывали двери или брали деньги или какие-то пластиковые карты или еще что-то, обязательно мойте руки после любых контактов. Жидкое мыло это вообще универсальное, современное моющее средство нового поколения. В отличие от обычного мыла, то есть обычного кускового мыла, оно очень мягко, но эффективно очищает кожу и не нарушает естественного жирового обмена, то есть вот этой мантии, которая очень часто бывает после того, как вы помыли обычным мылом. Вы чувствуете эффект вот этой стянутости, стухости, очень дискомфортной, после чего хочется обязательно там руки вымыть, вернее, кремом обработать и так далее. То есть этого абсолютно нет, когда вы используете жидкое мыло, но в частности, которое мы используем для сегодняшней демонстрации. Это жидкое мыло Тори Тинтори. Кроме этого, в состав этого продукта входят кондиционирующие добавки, то есть увлажняющие добавки, которые вставляют на коже тонкую защитную пленку. Именно эта защитная пленка, она проницаема для воды, то есть для влаги, для обмена, для кислорода, то есть для воздуха, но при этом она непроницаема для каких-то патологических микроорганизмов, они остаются на поверхности нашей кожи. Постоянное использование этого мыла благотворно влияет как на состояние вашей кожи, позволяет забыть вот эти ощущения сухости и стянутости, и, естественно, дает нам защиту и уверенность в том, что у нас руки чистые и защищены от различных неблагоприятных патологических микроорганизмов. Как, собственно говоря, использовать и преимущества этого мыла еще раз хотелось бы повторить для того, чтобы непосредственно как бы резюмировать сегодняшнюю нашу тему. Прежде всего, после использования обычного мыла, ну, после мытья обычным мылом, нормальная кожа восстанавливает свой уровень PH через приблизительно 2 часа. Если же вы моете жидким мылом, то уровень не меняется кислотности кожи, и можно этим продуктом пользоваться достаточно часто. То есть, каждые там полчаса, если требуют, или еще необходимо, если чаще, да, вы там где-то какой-то, ну, произвели манипуляцию, где-то столкнулись с какими-то неблагоприятными факторами. Еще раз повторю, что после мытья жидким мылом на коже остается тонкая защитная пленка, которая не мешает физиологическим процессам, но предохраняет от различных нежелательных агентов. Кроме этого, жидкое мыло, оно очень удобно, оно очень экономично в использовании, и, естественно, вы, даже пользуясь этим мылом, вы не соприкасаетесь, собственно, ни с какими поверхностями, если вы будете, допустим, мыть обычным мылом, который до этого тоже обрабатывали, непонятно где и как. Ну и, наверное, самое главное, что при использовании твердого туалетного мыла PH составляет меньше 9, и при нормальной реакции кожи, которая у нас в среднем 5,5, когда мы моем обычным твердым мылом, у нас образуется на коже нерастворимые соли, кальция и магния, ничего нет при использовании вот жидкого мыла, в частности, то, которое мы сегодня вам предлагаем. Дополнительное применение экстракта прополиса, экстракта пчелиной огневки, они еще усиливают защитные свойства и придают ему определенную как бы пикантность этому продукту. Вот такая у нас получилась сегодня интересная апиаптечка, которая должна быть у каждого без сомнения. И сейчас у вас есть возможность ее приобрести для себя, подарить своим родным и близким, собрать ее на сервисном центре, собственно говоря, потому что это все самые известные, самые как бы топовые позиции, которые имеет сегодня практически компания Тенториум и каждый сервисный центр. И в интернет-магазине она появится в виде отдельного набора, в виде как противовирусной аптечки. Ну и, наверное, хотелось бы сказать, что также во время введенных во всей стране эпидемиологической вот этой обстановки приятным дополнением естественно к этому станет то, что вы можете использовать безопасные натуральные природные продукты пчеловодства, которые будут оказывать противовоспалительное действие, стимулировать местный иммунитет, стимулировать общий организм, то есть создавать именно такую защитную функцию, повышать иммунитет всего нашего организма. Очень быстро и удобно. Еще раз хотелось бы сказать, что самое главное это не поддаваться панике, самое главное это соблюдать гигиену, и самое главное это принимать продукты пчеловодства для поддержания своей иммунной системы. И мы очень быстро и безболезненно, без потерь выйдем из этой, ну на сегодняшний день неблагоприятной обстановки. Хочу также напомнить, друзья, что уже в эти выходные, а именно 21 марта, почти в 40 городах нашей страны и зарубежья соберутся те, кому небезразлично свое здоровье и благополучие. В этом году Афи-марафон пройдет под девизом «Управляй здоровьем вместе с Тенториумом». Поэтому я еще раз хочу в силу наших возможностей на сегодняшний день пригласить вас обязательно на этот Афи-марафон, обязательно посмотреть этот Афи-марафон, побывать вместе с нами, узнать о новостях, которые вам приготовила компания Тенториум, получить приятные бонусы и подарки, которые также приготовлены для каждого участника этого Афи-марафона. Ну и по возможности приходите, посещайте это мероприятие в вашем городе. У нас были несколько вопросов, часть из них я уже смогла услышать, и я поэтому сразу же на них отвечу, какое же противовирусное действие оказывает прополис. Поэтому сразу же хочу еще раз повториться. Итак, коричные кислоты, которые содержатся в водном экстракте прополиса, они являются активными компонентами с противовирусными эффектами. Более того, было обнаружено, что количество вирусной рибонуклеиновой кислоты на клетку остается неизменным, особенно при вирусах гриппов и каких-либо других вирусных инфекций, даже при применении экстракта прополиса. Что предполагает, что экстракт не обладает прямым действием на вирус гриппа, но может обладать цитопротекторным действием, то есть воздействуя на внутриклеточный эффект. Таким образом, именно реализуется вот этот механизм противовирусного эффекта. который борется вот с этими вирусами. И второй вопрос это был и касался можно ли, почему не был включен состав этого набора продукт номер 3. Вы ведь всегда можете сформировать свой набор, дополнить его продуктом номер 3, но мы посчитали, что продукт номер 1, продукт номер 2, вместе они как раз таки и создают вот этот продукт номер 3. Поэтому самое главное, чтобы эти продукты они обязательно были в вашем арсенале и в вашей семейной домашней аппетечке. Если на сегодня вопросы закончены, есть еще вопросы, да, давайте мы тогда поступим таким образом, мы на все ваши вопросы ответим письменно, отправим их на форум и вы сможете ознакомиться с этими вопросами. Причем те вопросы, которые иногда задают, они действительно их лучше не со слуха воспринимать, а именно уже читать и понимать суть этого вопроса. Поэтому я еще раз хочу пожелать вам спокойствия, спокойствия, еще раз спокойствия. Всего доброго, берегите себя, будьте здоровы, я надеюсь, что на следующем вебинаре мы обязательно встретимся и встретимся без потерь, а здоровыми, цветущими и счастливыми. Пока-пока, до встречи на Эпи-марафоне. Субтитры сделал DimaTorzok